Смерть по предопределению Аллаха. Это понятно. А что касается звезд и планет, что здесь имеют в виду? Имеет в виду, имам Набарбагари, то, что звезды и планеты не оказывают влияние на те события, которые происходят на Земле. Понятно? То есть, все, что происходит на Земле, это по предопределению Аллаха, а звезды на это не имеют влияния. Вот здесь у себя запишите, что есть две разные науки. Есть две разные науки. Первая наука называется А слово Сейр? Сейр это что? Движение, передвижение. Что это за наука? Она изучает восход звезд. И говорит, то есть те, которые изучают эту науку, говорят, когда взойдет такая-то звезда, это признак того, что наступил такой-то сезон. Или признак того, что пора сажать картошку. Или признак того, что пора снимать урожай редитский. И тому подобное. Это что? Эта наука разрешена в шариате. Эта наука разрешена в шариате. Потому что они не говорят, что эти звезды влияют на то, что происходит на Земле. Они просто говорят, что эти звезды что делают? Признак. То есть, когда воходит такая звезда, значит наступило лето. Значит наступила осень. Это подобно тому, как если человек скажет, если вышло солнце, значит наступил день. Понятно или нет? То есть это же не говорит, что солнце влияет на то, что на земле. Нет. Выход солнца – это признак определенного события. То же самое выход звезд – признак определенных событий. И вторая наука называется Эльмут-Та-Фир. Эльмут-Та-Фир. Та, потом Алик, Хамзай, Сукунум, так. Потом Та, потом Я, потом Ра. Та-Фир. А слово какого? Ахар, Тлет. То есть эта наука уже что говорит? Потому что если взошла такая-то звезда, значит на земле произойдет то-то. То есть они говорят о наличии связи между выходом звезд, между событиями, которые на земле. В смысле? То, что звезды и планеты влияют на события земли. Понятно или нет? Если такая-то звезда выйдет, значит будет землетрясение. Если не выйдет, значит будет наводнение. И тому подобные слова. Так вот, эта вторая наука является частью колдовства предсказаний и является запрещенной в шариате. Понятно или нет? И относительно колдовства, это вопрос отдельный, который приходит в книги «Новат и Дулислан». Вначале, если до этой книги дойдем, то этот вопрос разберем подробно. И в тем ассайле, который касается колдовства, разберем поподробнее. Дальше говорится.